Аплодисменты А где здесь наречие? Да, здесь нет наречия Я думал, ты хранишь Стены замка выглядели хорошо, берем наречие, стены замка выберут Кажется, стены замка выглядели Это не наречие, стены замка выглядели очень хорошо Да, очень Очень хорошо, это в принципе два наречия, я сейчас на скидку не подберу Показательный пример, отрицательный пример всегда дают ярче картинку Возможно, там был бы, не обязательно использовать, был бы в русском языке, можно пропускать? Нет, их нельзя пропускать, просто часто вспомогательные глаголы делаются схожные конструкции Я не стала приводить примерно каждый, это заняло много места, но часто это излишне Николай Теслов был жив, если убрать дыру получится Предложение стало лучше, правда? А смысл этого предложения? Когда жил Николай Теслов? Никогда, а просто как факт Был жив, нам нужно употребить от того, чтобы понять, что он уже умер, или он когда-то вообще жил Да, то есть для чего? Пример, длинную в одну строчку, в данном случае, не ликвиден Обычно мы имеем некий абзац, в котором уже понятно, в какое время происходит событие Дополнительные были и были в каждом предложении Просто увеличивают каждое следующее предложение, хотя с первого уже понятно Да, вот это хорошее замечание, потому что Да, сейчас, секунду Вот эти все советы, они относятся к большим литературным формам Там начинают абзацы, несколько предложений И когда в целом предмет обсуждения понятен Да, пожалуйста, там У меня такой открытый вопрос, как управлять воображением читателя Если лишать его, ну, возможно, конкретно в том примере Когда мы пишем про городу, в которой люди могут и бояться Насколько оставлять свободу воображения читателя, вот, читателя И манипулировать им таким образом в ходе его произведения Мы можем заставить его воспринимать вещи такими, как бы, мы видим там В ходу мы можем его заставить бояться с детства, когда он ее еще не радует жить и не видит Но мы напишем, что она страшная, страшная Это вы мне все и будете представлять Наверное, вы хотите не просто описать грозу, гроза сама по себе не страшно А гроза как элемент какой-то там картины От близки молнии в разбитых стеклах Вот это все Вы описываете не какое-то конкретное явление Как правило, вы описываете картинку И вот за счет деталей Да, слово страшное, дело страшное Вот Вот вопрос, вот Насколько вот должен быть сказан этот поводок воображения другого человека То есть нужно это решать или делать текст, скажем, сценарием или же картиной Ну, а знаете, как говорят, все, что надо объяснять, то не надо объяснять Вот То есть если у вас не получается страшная картинка То добавьте в нее мертвого человека Что-то, что сделает ее страшное априори Это очень сложный вопрос, так как между фетом и маяков Это зависит от стиля Да, это зависит от стиля Ну как зависит от стиля Как правило, когда описывают грозу, это всегда художественный стиль Это всегда у вас свобода манипулирования словами Вы можете насыпать столько прилагательных, сколько вам нужно Но страшный и ужасный, это плохие способы сделать текст страшным и ужасным Да Что имел в виду автор, когда писал, что шторы были синими? Ему нравится синий цвет, просто ставьте автору покой Все? Спасибо А, да Да Еще, ты говоришь о частях речи А что значит длинные предложения? Как она влияет на читателя? И должна она варьироваться? Мне кажется, что если предложения будут состоять все, скажем, из пяти, шести или семи слов И они будут слушать Ну вот хороший пример это с этим предложением Ну ладно, сейчас Где же оно? Где же оно? Вот, это длинное предложение Но если бы у нас подлежащие сказумы стояли в начале Там, на самом деле, в этой книге, ну, Рой Питер Кларк «50 приемов письма» Он очень много рассматривает это на примере Джона Стейнбейка, писатель Вот, и у него, несмотря на то, что у него много длинных предложений Они в основном начинаются с подлежащего и сказуемого И поэтому они читаются легко А зависит ли вы на предложение от стиля писателя? Какое-то соотношение есть? Когда вы пишете художественный текст, вы можете делать предложение таким, как вам хочется Когда вы пишете, я не знаю, публицистику, лучше делать предложение покороче Когда вы пишете инструкцию, вы не можете вставить в предложение больше слов, чем получается по смыслу Да, пожалуйста Да, пожалуйста Как-то получается, что, как правило, официальная бумага все равно стремятся использовать какой-то канцелярит То есть, несмотря на то, что он такой тоскливый, все равно стремятся использовать Не всегда они во всех бумагах Нет, 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 нет Есть разница между непонятными словами и их неудачным употреблением Как правило, в канцелярских, если там законодательство почитать Там просто достаточно сложные формулировки Их можно сделать короче, их можно сделать понятнее А непонятные слова, ну, понятие субъективное То есть, для кого-то там учебник по квантовой физике Что-то страшное, новое, как на китайском Кто-то ориентируется в этих терминах Если вы в этих терминах ориентируетесь, вам уже понятнее Вот То есть, сложные слова не делают текст сложным, опять же Делают сложным именно их употребление Да Я, если честно, не понимаю, как можно перестроить это предложение Не разбивая его на два так, чтобы подлежащие исказуемые были рядом А я говорила, что в этом случае хорошо бы разбить его на два Это сделает его понятнее, да Не везде можно делать все одинаково Да Такие предложения хорошо бьются на два Вот у нас уже выделены подлежащие исказуемые Это первое, выдвигают подлежащие исказуемые А во второе, объясняешь, почему это так происходит Законопроект может означать потерю прибыли Второе предложение Это можно и излечь из такого-то, такого-то, такого-то Законопроект может означать потерю прибыли Так как исключить подоходный налог на оценку Ну не совсем, я же в лекции говорила о том, что мы говорим, что Местные власти предложили такой-то законопроект Точка, этот законопроект может означать потерю прибыли Вот так Все? Да, еще что? Это был хороший пример длинного и короткого предложения. Кажется, что для разговорной речи эти правила немножечко изменяются? Кажется. Я сейчас кое-кому копирую. Они придают характер, например, незабываемый. Незабываемый. Там еще молодой человек хотел что-то спросить, но его заглушили с синими ромбиками на свитере. Если превратить первую часть предложения, в данном случае сделать его действием, это лучше воспринимать. К примеру, как строится заголовок новостей, исключающий возможность налога на ценную стоимость новых домов, законопроект может означать какие-то типы. Это очень длинный заголовок, заголовки так не пишут. Превратили законопроект в действующее лицо. Ну, он же тут и так действующее лицо. Он и так, законопроект он и так означает. Ну, просто по-другому. Если... Исключит, мы поменяли время, и исключающий мы превратили... Ну, тут дело не в исключающий, тут дело в том, что все равно исключающий, глава законопроект может означать... То есть, опять у нас подлежащее стало рядом со сказуемым, и все уже лучше, понятнее. Вот этот ключевой прием. Подлежащее превращаем в сказуемым. Не-не-не, подлежащее ставим рядом со сказуемым, рядом. Подлежащее глагол... Ой, господи, подлежащее, вы простите. Подлежащее существительное, сказуемое глагол. Глагол ставится рядом, существительное в глагол не превращается. да 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 спасибо